мои дорогие телезрители рад приветствовать вас в новом выпуске необычный день покидаем отель вегасе не представляете 15 минут двенадцатого дня то есть мы сегодня маруся вообще встала там в 6 или 7 йогой позанималась и сидела работала много работала вот до этого времени я проснулся что-то к 8 смонтировал полностью до конца луизиану и техас вчера один ролик сегодня два доброе утречка вот так вот начинается утро в вегасе я закончил луизиану и техас я молодец тех кто к мексику голову монтировать маруся вот уже работает с утра пораньше вот и все и в 3 нам надо вылетать отсюда так что мы еще немножко по улице поширнем сейчас check out у нас будет мой рюкзаки отдадим и все бы замечательно так ключи отдали теперь надо узнать у кого можно вернее где можно сумки оставить вон экспресс check in check out мы все сделали сумочки с рюкзаками тяжелыми никому гулять мой 10 килограмм арусин 10 килограмм это вся очередь которая хочет оставить здесь сумки чтобы потусить и потом перед прилетом прийти забрать ад какой-то у нас выбора нет но я по крайней мере пока постою сейчас маруся с туалета придет и скажет что там будет вот это вот стоять или все-таки сумками проще гулять еще первый раз что ли ну нафиг такую очередь я вам скажу хрен с рюкзаками погуляем реально не впервой тем более гулять нам осталось поскольку в 3 выезжаем или 3 в аэропорту будем тем более у нас два часа всего лишь по городу полтора часа так что с рюкзаками и погуляем тем более за этих полутора часов надо еще сейчас вот идем на завтрак все вегас просто чтобы это билет такой был дешевле чтобы здесь переночевать светлый отель на секундочку 80 баксов стоил здесь колесо обозрения здесь выйдем нас сюда привезли вчера или на другой выход на главную улицу но на это все казиношные по моему там да да утренний вегас а как утренний обеденный о аутландах грязно как у свинюшки чё у нас тут цезарь палас а мы как раз да это мороз мы до лас-вегаса как раз и дойдем где только этим не занимаюсь starbucks зашли позавтракать что времени хватить вот едва красочки едва шоколада мой чайочек все замечательно осталось сейчас 0 9 не умрет сейчас минут 10 еще осталось дом домонтировать последний все пока я съел круассанчик видосы домонтировались до конвертировались до конца все готовы просто к загрузке дома сегодня приеду за полчаса загрузится и и все завтрашнего дня начну мексику разбирать действительно смотрите беденный вегас обычный город до наступления темноты ничем не примечательный какие-то здания какие-то отели вот в общем машины люди какие-то не такие все куда-то спешат или они с буду нища или наоборот ждут темноты чтобы догнаться но большинство не все конечно вот gracia спасибо дубль пинкью ты как свистнул хорошо cesar palace сейчас туда движим где-то через час берем uber и едем в сторону аэропорта время чуть больше 12 по-моему сейчас скажу точно мы же любим точность 12 01 в час будем выдвигаться ибо в 3 вылет фонтаны cesar palace вот следующий раз когда приедем будем смотреть или здесь или венеции где-нибудь да поселимся будем потихоньку все отели осваивать ухты из грузовика прям дым валит монстры луксор смотри там шоу будет такое глячо и флево башня париж но мы решили через беладжио немножко пройтись гуччи фенди так пора здесь перед фонтанами пройдемся о тени коляску толкают если я грузись перед фонтанами не спустимся год пока елочка фонтаны беладжио спят к вечеру активизируется вода посмотри мороз прозрачного сколько денег туда накидали там кто-то купюру кинул а тут не одна даст купюра он кусочек вон кусочек вон еще синие две синие мексиканская двадцатка 20 песо а синие у нас нет куда у нас же все одинаковые зелененькие с красненьким и синеньким но по большому счету зелененькие колонка куда музычка играет прикольно и они днем я здесь еще вот так не ходил чтобы видеть вот эти вот трубы как это все а первый день первый раз когда мы здесь были она но я не помню этого такая вода прозрачная блин как на баракай как на ривера майя баракай не был сам лично но знаю что он там такая вины мару спины о блин сто лет их не видел наши пиночки какой кайф до нормальные деревья на пальма до что здесь что у нас что на моя ривера везде все одинаково пины блин знаешь куда хочу хочу куда-нибудь кредгудом в лесу запах леса хайк надо хайкать вот выходные сходим на какой-нибудь хайк на руси опять себя в работе понедельник день рабочий кстати мне не так нравится что у маруси здесь команда они в конце деле там но в декабре уходят и столько в конце первой недели январская возвращается на работу не как в базы ли 1 января на нафиг уже фигачить надо вовсю ух ты там целый не знаю надводная станция смотрите водяной аквалангист вы нырнул нафиг и фонтан ремонтирует потом туда поплывет там что-то отремонтирует короче вечером будет клёво кто будет работать все в ажуре мужик сказал как говорится пацан сказал пацан сделал оси не сделал значит забыл у а девочка уже пернатая стоит смотри ждет обычно по ночам они две а чё не днем дневная смена тоже есть ой с перьями щас будут отворачиваться скажут убери камеру вот такие вот филиппа киркоров и шарики не ну париж тоже прекрасен на танки такие все с птичками и хочешь с нами сфотографироваться хочешь конечно хочешь и сфотографироваться тоже о я чувствую в штатах мы дома вот чувак прошел кстати да по большому счету я по-моему за всю мексику только один раз унюхал то один чувак мне предложил кстати он на утро потом видел опять пестыжими глазами мне еще раз предложил тут что-то другое но сам факт то что это нелегально мексике и я насколько понимаю потому что такого не было тут нормально так косичком сейчас я как затянул кто-то проходил дурь отборную покуривал шоу горит хотите посмотреть прикопался к нам какой-то промоутер это вот это вот здание до париж ворус этот большой нет вот это вот огромный замок это что за отель не написано видимо париж раз башня стоит о моя любимая йокогама когда светится нет действительно поменять и бежам очень красиво мы решили по той стороне дальше пойти чтобы на луксор на другие отели смотреть лягушечка движим дальше а как в нью-йорк мандалай между нью-йорком мандалай будет луксор погодка клёво я уже вот подумаю свитерочек снять боюсь еще больше заболеть не дома сев у меня сегодня и завтра дома день на восстановление послезавтра планирую на работу все новый год начался хоть шландры я беланс тут подвел если посчитать те дни которые работал и раскидать на весь год то получается я в среднем работал по два по три часа в день прошлом году это же вообще ни о чем что в этом году надо наверстывать тем более весь январь и весь февраль у маруси свои дела по выходным она очень занята и работа и поисками я как раз буду и по выходным немножко покатывать а вот и нью-йорк атака мелод где мы жили а вон и луксор где мы жили к цирк веселей мы там а мне были на этом ухты недавно вышел о эпичная битва о пацанчик что-то разводят дыр покуривают цедушка мне в парень хотел какой-то ну чё посмотрели решили не идти до таблички лас-вегас вся перейдем на ту сторону и вот мимо нью-йорка туда пойдем время без 20 час еще 20 минут против солнышка пройдемся время 12 40 20 минут еще пройдемся не будем убер заказывать кстати супер им здесь тоже будет полива они просто так на улице не останавливаются есть специальные места для сбора туда надо идти по крайней мере у нью-йорка я знаю пикап place оттуда на заберут казиношечка но вот и казиношечка в нью-йорке другого пути нет только через игрульки в этот раз мы тоже без игр обойдемся окей сейчас надо все еще разбирается как вот это работает десятку хочу проиграть в такой автомата я не знаю надо деньгами или что-то разменивать какие-то копеечки сейчас найду кого-нибудь вот мужик лишь деньги несет смотри он один город засунул все ништяк давай десятку марусь вот сейчас здесь я буду ха-ха-ха в поисках блин этого однорукого бандита не знаю вот везде смотреть о марусь американские боги я их знаю вот с ними клёво играть куда-то что-то как тут вообще играть деньги закидывать я не знаю надо почитать потом приеду играть буду секс большом городе нахуй мне не нужно вот марусь с коса . пингвинчик 8 рачки бар 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 я даже не знаю где-то думал с коса . а вон золото прочее я не смотрю я просто хочу 10 долларов проиграть да вот я в этом не разбираюсь я смогу нашел тут 75 бесплатных игр у меня нет столько времени идите нахуй в следующий раз приеду в следующий раз обязательно поиграю сейчас не я чё-то как-то против этого не хочу нет он хозяин по ходу ходит смотрит что я тут снимаю кстати мне еще никто не говорил что снимать запрещено вот маруся вот такой надо вот смотри здесь 30 игр на кнопочку нажимаешь и он делает пим-пим-пим и вот вишенки такие выпадают вот семерочки ладно в следующий раз пойдем когда будет побольше времени следующий раз не хочу сейчас я не понимаю вот нашел одну женщину которая показывает как играет ну она играет на себя а я просто смотрю она засунула деньги и на все подряд кнопки толдычит я так не интересно я я так не умею ну нафиг как-то тупо выглядит да и просто долбишь а как вообще люди играют вот давай здесь пройдем вот здесь клёво у нас здесь был зуманите цирк дюселей мы как-то смотрели в нью-йорке и вот здесь вот вагонетка есть которая американские горки которая катает снаружи и также проносится здесь внутри мы думали сейчас маруся прокатиться но опять же это надо искать локер но теперь-то мы знаем где здесь локер находится но нам их как минимум три надо для наших рюкзаков вообще сейчас смысл прикинули так с маруся ходим как как два бомжа люди на нас смотрят типа с одной стороны да ништяк путешественники такие грязные с рюкзаками путешествует с другой стороны думают нифига себе пацаны бедные типа потому что вообще китайскую какую-то жрут денег нет с рюкзаками носятся вот вагонетка здесь проходит но креветочка выход прогулялись здесь нью-йорке я обязательно почитаю как играть вот в такие вот автоматы потому что я играл ровно один раз в жизни это мы как-то на работе были с пацанами пошли дёнар покупать а там привезли в дёнарскую поставили гробой автомат ну и наши начали ходить эту зарплату получили через два дня и уже не было реально у меня были такие два пацана на работе чипы дэйва их называл да да ванна вижу о девочке так вот я одному дал гру ну давай попробуем дал 10 долларов о 10 евро и а гру ну играй и получилось так что выиграл 20 от няшности какую-то хотела вот выиграл 20 себе стал действием удалось где не такие не хочу они некрасивые вот я игры я играть не буду я деньги дам куда-то нажал и она сама по себе играла из этой десятки получилось так что буквально втором на третьем раунде выиграл 20 я грустно вытаскиваете 20 хватит не моё он вытащил 20 действия себе убрал а на десятку мы купили дёнар мне и ему то есть получается на халяву появится на этом весь мой опыт в казино в автоматы по крайней мере рулетка я помню как я белладжио на полтинник поставил они меня до сих пор походу припоминают плох не один раз и вот с родителями сюда приеду думаю с тещей мы сходим такой автомат поиграем маша говорит хорошо я с твоей мамой горит спать пойду что они не ночные жители мы с тещей пойдем и банк сорвем нафиг казино обанкротим огромный футкорде и все от пиццы панда экспресс так обэлсап макдональдс и на берга кинг все там есть все вот реально так вот дёнар все что душа пожелает о твин пикс смотри две горы я не знаю такую кафешку твин пикс так мужик играет нам ехать вон туда в ту сторону лучше здесь брать да мужик играет знаете песня зачем герасим утопил свою муму зачем зачем герасим утопил свою муму так спускаемся здесь заказываем уберда аэропорта ехать минус 10 да 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 давай покрасим холодильник в черный цвет холодильник черный цвет так лучше космополитен main entrance мы решили насквозь его пройти сейчас как раз стрелочки узнаем где здесь убер нас заберет марус игры по ходу сюда идти вот здесь космополитен парень такой нет говорит вам надо дойти до беллacle по-русски и говорит и повернуть только там все дорого смотрите ничего не разбейте прямо прямо и смотрите только ничего не разбейте там судором и ки-не-не-не чувак нам у бернус вообще пацан неправильно подсказал биологи зачем биологи вам устояли ухода нам просто насквозь пропинить этот космополитен игрульки 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 много игрулик мужик написал уже здесь я могу дай две минуты идем ха пошел toyota camry белая или серая номер 92 е так так по-любому если это убер его уже выгнали отсюда дальше направо ok так девять двое камри упор не вижу но и где он пары сам здесь должен быть вот и наш мужичок ищет нас уже свищет эй сели ехать итак через 20 минут будем аэропорту кого-то нас луксор сейчас будем здесь на плюмэн сходим что-то так валятся плюмэн ага а вот и мобайл арена да нет не закончили ее просто облицовочку мы вчера проезжали вот как здесь а внутри еще работы ведутся да хорошая арена будет ну в следующий раз я точно думаю она уже будет закончена когда я здесь буду по осенью сентябрь вторая половина сентября я думаю будет в мае в мае еще приедем о может смотри там ледник а вот аэропорт вон аляска аляска летим хорошо ну вот мы и в аэропорту так бординг пасс Маруся нас уже чекинило все ништяк ага пойдем ничего что здесь очередь на чекин но это штаты здесь все быстро будет я думаю мы где-то через полчаса уже пройдем там такую гигантскую очередь там мужик подошел говорит ребят очередь очень большая идите вниз там меньше очереди говорит там тоже можно чекиниться вот и мы побежали раз здесь можно и народу меньше будет а замечательно вон он о так тут вообще никого нет вообще никого вон вот это лайфхак а че я не знал такой things хренаж себе тут два-три человека всего лишь на два этажа Yeah е-е-е-е-е-е-е-е а вон е туда прямо здесь очередь в д и в е снизу написано очередь только в д поэтому мы таки напряглись поднялись еще раз и чуваку говорю игры там снизу только д он говорит по хрен чё написано там можно и д и ем и точно он говорит я тебя умоляю вот внутри второй раз спускаемся здесь теперь народу по набежала мы бы уже давно прошли но в любом случае теперь здесь тоже меньше народу еще меньше народу чем там сверху здесь быстренько пройдем он всех отправлял но я хоть эту группу обгоню я вперед них здесь по-классу марсу бюджет билет это у меня чем больше путешествуешь тем больше просвещаешься я вот на прерс час только узнал передо мной стоит две девочки они из страны самой большой в латинской америки я только что узнал что эта страна оказывается федеративная республика я в шоке если честно у них Просто на их синей книжке, куда печати всякие, штампы и визы ставятся Прям так и написано Я в шоке Кстати, помните, когда я улетал с Германии сюда, в Штаты Вот последнее мое путешествие Когда последний раз я домой в гости летал А я в Мюнхене офигел, что есть такая штука Лептоп, ничего электрического не вытаскиваешь Вообще просто лептоп отдаешь с ремнем, пофиг, проходишь Она проверяет тебя И вот такая, типа барокамера, которая такая же штука Лептоп, ничего вытаскивать не надо Единственное, в Германии даже жидкости вот эти всякие косметические не просили вытаскивать Здесь единственное, попросили косметологическую вот такую всякую зубную пасту Вот эту хрень в пакетики выложить А все электрическое тоже могло бы там И это, кепку Говорит, зачем ты снял кепку? Американцам вообще головной убор очень важен Кепка или шляпа или что-то такое Он говорит, одень и в ней иди Че ты паришься? Я говорю, в ней не пускай лежит Фух Ух ты, много бабочек О, бабочка-самолетик Два самолетика, смотри Два из бабочек-самолетиков Е-12, вон Е-8, Е-9 вон туда Вон, мы могли бы здесь пройти Но мы снизу быстро прошли Поднялись на лифте И все, зашибись Вот этот лайфхак Притом, хотя там просто Ди стояла Иди и... Иди, короче И-и-и-ди Круто Не, ну я в восторге, что Вегасе такую штуку Еще я хочу, чтобы у нас Сан-Франциско такую ввели Но так как Сан-Франциско Самый инновационный аэропорт В Штатах Я думаю, у нас это тоже уже В некоторых терминалах есть И хотя здесь, вот где мы снизу проходили Там только два вот таких Туннеля было Один простой, где все вытаскивать надо было А второй вот выглядит как Не знаю, реально это Бара-камера или МРТ Вот такая штука Через нее все пропускает Казиношечка На аэропорту А что? Вот И хочу вообще, чтобы во всех аэропортах Такая тема была Ничего не вытаскиваешь Сумку отдал Все, ремень Главное карманы Опустошили, проходи Так просто Настолько будет быстро это все Путешествоваться Так Флайт 19.07 Е12 ворота В 3.10 вылетаем Время Пол Третьего Вот Аляска Показывает Как у нас красиво Там ворот Все дела Солнечно Так, группа Е Последняя Заходим Сидеть, кстати, будем В проходе И В серединке Вот У окошка Никто из нас 25DE Замечательно Как я уже говорил У меня будет интернет На протяжении всего полета И я надеюсь Будет розеточка Тогда я уже смогу Мексику начать монтировать Гоу-гоу-гоу Блин, я даже забыл Кондиционеры на всю Везде работают Я кофточку снял Надо сейчас опять будет одеть Какая прелесть Люблю Аляску Бесплатный интернет Для меня, по крайней мере Зарядки Вот розетка обычная И чем я буду заниматься Я буду Мексику Первый выпуск Монтировать Как мы закрыли Вот здесь вот Дверь в квартире Я, по крайней мере Вот здесь встретился С Марусей Вот тут вот В аэропорту Вот тут мы летим 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 А вот здесь мы приземляемся В Кудалахару Представляете И вот едем Заселяемся в отель Такой первый выпуск будет Изначальный материал 35 минут Я думаю Что-то из этого В районе 25-26 минут Смонтировать Берет лететь Будем всего лишь 1 час и 9 минут Так что замечательно Говорит, погода в Сан-Франциско Идеально Такая же, как здесь Солнечное и тепло Солнечное и тепло Так, вот тут все данные Как нам лететь В Сан-Франциско И меня тоже напрягла Такая циферка Маруся мне показала Лететь 414 миль Но когда он переводит В километры Получается, что нам лететь На этом самолете Та-да Вот так вот как-то 414 миль Я полностью успел Первый день Мексики смонтировать Ю-гу Нам еще лететь 70 километров осталось И сколько тут Что они показывают Давай, показывай Ну хорошо, к заливу подлетаем Но главное Я успел все Сделать Первый день Так что Все Зашибись Home sweet home Ну Сели Катим по взлетке Тепло У нас тут Небо голубое Без облаков Без ветра Зима И зима в Сан-Франциско Клевая Кстати, аляски Похрен Тут чувака Весь бардачок Один рюкзак Вот тут уже убирается Чтобы быстро улететь Аляска Вообще даже не проверяли С тремя рюкзаками летели Размеры рюкзака Вообще всем пофиг Thank you so much Bye Ой Потепло Солнечно Вообще зашибись Что, бегом Берем Uber И Будет это нам стоить Около 19 долларов До дома 16.90 на одного На второго Доллара два на кинет Ё-моё, солнце светит На улице На улице Вот не знаю Что это за инсталляция Но Она здесь постоянно висит У меня такое ощущение Что Как его этого Чувака зовут Лохматый Леонтьев Все эти свои тут Раскидал Блин Футболочки Фон туда И теперь К Uber Хренаж Себе он Предложил 8 минут он здесь Ну Короче Предложил За 24 доллара За двоих А X За 26 Все Два доллара Переплачу Зато не будем ни за кем Заезжать Сами поедем А раньше Как просто было Вот здесь вот Вышел И тут Uber Подъезжает Один за одним Тебя забрали Уехали Нет Теперь вон В то круглое Здание идти Зато аэропорт Смотрите какой пустой Пробок нет Вообще вокруг Только для автобусов И для таксистов А весь Uber Вот тут вот Тусит О Свежо То как Свежечок Когда солнышка Нет Так Ракип Ракип Абдул За нами Едет Так 7 минут На Белой Тойоте Королла Нифига себе у чулка 17 тысяч 36 трипов 4,9 Общий рейтинг Д5 Вот тут вот и ждем Но с другой стороны Грамотно сделали А что вообще Народа нет Иной раз приедешь Тут просто Машина Вечером Здесь ад творится Все полосы Забиты Просто Все Стоим Ждем 5 минут еще Вот и наша Королла Ну что Сели Ехали Чувак Только уберщик Уборщик Не лифтер Нифига Ну что Погнали Через 18 минут Ровно Будем дома У нас вон Солнышко Только село Вон там Вот у нас Океан Где Оранжевое небо Ну что Наш район Родимый парк Мерсет Зелененький Чистенький Аккуратненький Уютненький С енотиками Обалденное было Путешествие Мы в восторге Остались Ну я думаю Мексики пока хватит На ближайшие два года Точно другие планы Другие страны Тут покатать Но туда мы вернемся Однозначно Может подавить Слетаем На Казимель Теперь Вот такие вот пироги Пузико Лайки ставьте Подписывайтесь Не поверите Что мы сейчас Первым делом сделаем Приедем домой Поставим рюкзак Вернее Выпотрошим Все из него Сразу же В стирку Пустой рюкзак хватаем Езжем в машину И в магазин Как минимум Две-три сотни Оставить на продукты Потому что дома Мушаром покатим Еще на 20 дней Въезжали Че там Чтоб гнило Все Все повыкидывали Все подъели Тотара Соскучился Сидел тут один Куковал Три недели Вот Так А у нас тем временем Уже стемнело Луна Чувак Еще не Поснимал Свои гирлянды Новогодние Едем в магазин Идем в гараж За машиной Сначала Ну и сейчас Мы на нее Взглянем Как она Вообще целая Стоит Во стоит Моя красавица Привейт Моргает мне тут Целая Слава богу И торжественный момент Душа спокойно Когда слышишь Шестерочку О какой кайф Вот нажимаем На газ И рванула Моя детка Это не то что Это Верса Или этот Шевролет Кавалер Хрен Кавалер Вова Правильный Тачан Говорят Приедается Машинка И потом думаешь Она уже тупая Нифига не едет Недельку Хотя бы На дерьме Каком-то поездить А потом Вот так вот Нажимаешь на газ И пошла Запела Ой Лапочка моя Она уже Сдалека Помело Вот один сорт Вон второй сорт Вон там дальше Третий сорт 7.99 долларов За штуку Охренеть Явно не дешевые